Всем привет, мои дорогие друзья, на связи GrimOptimist и сегодня у нас с вами будет видосик по корабликам, будет такое вводное видео по Мурманску. Я на нем не так много пока отыграл, но кое-какие впечатления уже получил и хотел бы вам их рассказать. Вообще, касательно Мурманска, очень много ходит слухов вокруг этого корабля, дескать, это вообще просто ядерная машина нагиба, разрывает все, что только можно. И могу вам по первым впечатлениям сказать, что эти слухи, они не беспочвенные. Действительно, корабль получился крайне-крайне занятный, у него очень-очень такие серьезные плюсы. Ну, есть, конечно, и минусы, но, как по мне, они не такие уж и большие. Ну, давайте по порядку. Значит, крейсер у нас пятого уровня СССР. Я немножко почитал про него статью на Вики, там было написано, что это по факту та же Амаха, просто наши ее там немножко переделали, скажем так, под свои нужды. Но по факту это Амаха и есть. И в рамках игры этот корабль, он, ну, напоминает действительно Амаху. Компоновка орудий такая же, сходные динамические характеристики. Я не помню, такое ли у него количество здоровья, но близко. Если не точно такое, то очень близко, во всяком случае. У корабля просто шикарная артиллерия, ребята. Тут дело даже не в скорострельности, хотя, в принципе, и она на уровне. Тут дело в том, что у нас максимальная дальность стрельбы почти 15 километров. То есть, при том, что у Амахи, чтобы это получить, такую дальность нужно поставить топовый корпус. В этом случае у нас дальность вырастает, но теряется количество орудий. В случае же с Мурманском мы получаем все по дефолту. Это означает, что такое 15 километров в дальности на пятом левеле? Это означает то, что вы перестреливаете практически всех ваших противников. То есть, четвертый, пятый уровни вы можете атаковать с такой дистанции, с которой они вам просто ничего не могут сделать. Кроме того, у нас есть самолет-корректировщик, который увеличивает дальность стрельбы до 18, по-моему, чуть ли не километров. Я затрудняюсь, ребят, точно сказать, не помню. Ну, около этого. То есть, мы можем даже линкоры перестреливать, многие одноуровневые. Это вообще жесть. Это, конечно, круто. Конечно, на такой дистанции попадать очень сложно. Снаряды летят, ну, не всегда точно в цель, но, тем не менее, то есть, возможность ответить или накинуть противнику, там, с дистанцией, там, почти 18 километров на пятом уровне, это очень-очень серьезно. Там, у линкоров у них челюсть отваливается просто. Это что касательно артиллерии. По динамике, значит, все хорошо. Максимальная скорость, я сейчас посмотрю, просто я езжу с флагом на скорость, поэтому она у меня немножко отличается. 36,2 узла, да, это действительно, ну, достойный показатель. Если поставить флажок, то будет еще круче. Там, на, ну, на 5 процентов. Скорость, ну, шикарная. Тут, как бы, нет такого, чтобы кто-то от вас смог уйти, там, ну, миникадзе может, в принципе, пытаться свалить от вас. Так-то в основном больше никто. Ну, может быть, там, из более высоковерневых эсминцев, я там не помню, какая у них скорость. Но, в целом, то есть, ее более чем хватает. Маневренность тоже в порядке. И никаких проблем, то есть, не замечал. Конечно, это не какой-нибудь, там, эсминец, понятное дело. Но можно уклоняться от залпов линкоров более-менее так, ну, плюс-минус, да, с переменным успехом нормально получается. Значит, по торпедам. Да, у корабля есть торпеды, и они, на самом деле, тоже очень-очень неплохие. От Амахи их отличают то, что дальность хода у наших торпед целых 8 километров, друзья. Это круто. То есть, ну, такая чисто японская дистанция, ну, если вы понимаете, о чем я. То есть, можно торпеды использовать довольно-таки часто. То есть, не как на Амахе, где в случае, когда уж совсем, то есть, вы там, либо из-за острова кто-то на вас выпрыгивает, либо если вы упарываетесь. С 8 километров можно кидать без особых проблем. По каким-то линкорам я уже так неплохо ими попользовался, и они довольно эффективны. Проблема в том, что у нас всего два пусковых этих аппарата, по три штуки каждый, ну, с каждой стороны. То есть, одна слева, одна справа. Вот. И, ну, не получится заспамить. То есть, вам нужно либо бить наверняка, либо попытаться сначала с одного борта откидать, потом с другого. Перезарядка не очень быстрая торпед, поэтому, как бы, спамить по КД я вам их не советую, ими только в случае, когда вы уверены, ну, что хотя бы вероятность такая довольно серьезная попасть. Что еще можно сказать? Ну, корабль довольно сильно светится. Он светится с 13 километров для кораблей и с 7 километров для самолетов. Это серьезно, то есть, я поставил на него из перков, давайте сразу по перкам пробежимся быстренько. У меня пока особо нету ничего, я поставил вспомогательный калибр, маскировку и обнаружение, и во второй слот, ну, то есть, вторым, как это, не вторым, перкам второго уровня я поставил артиллерийскую тревогу, просто потому, что мне ничего больше не надо. Вот, мастер-наводчик тут не нужен, и так нормально башни вертятся. Эксперт торпедного вооружения, ну, я не так часто пользуюсь торпедами, чтобы мне прям 10% так что-то дало, а вот артиллерийская тревога иногда помогает. Просто, ну, бывает, что вот вроде идешь, вроде нормально, раз, видишь, кинул кто-то, смотришь, быстренько оглядываешься, смотришь, ага, линкор кинул, да, хоп, корпус довернул. Ну, снаряды, ну, либо вообще не попали, либо попали, но не стоит не так много урона, помогает. Конечно, считается нубский перк, но я им иногда пользуюсь, я все-таки пока еще не очень такой опытный игрок в эту игру, поэтому мне простительно. Потом, следующим перком я возьму бдительность, потому что там больше просто нечего ставить, и четвертым перком, естественно, я возьму усиленную огневую подготовку. Тут насчет пятого пока еще не думал. Мне кажется, это будет наиболее такой хороший вариант. Что касается модулей, то тут я поставил голдовую, ну, из этих, из модернизации, не из модернизации, из снаряжения поставил голдовую ремку. Ну, это премиумный корабль, он фармит, поэтому 20 штук потратить лишних на ремку, она может реально помочь, я не считаю проблемой. По маскировке, значит, вообще, ну, по внешнему виду. Я поставил камуфляж, который ухудшает, скажем так, точность ведения огня по вам. Вот, ничего особого он не дает, можете не ставить, но почему бы и нет, опять-таки. 12 тысяч можно спокойно себе позволить на этом корабле, проблем не будет. По флажкам, ну, тут у кого что есть, естественно, поскольку это премиумный корабль, я рекомендую, если есть возможность, поставить флажок на кредиты. Я еще поставил флажок на опыт и флажок на скорость, больше ничего особо мне не надо. Ну, я не испытываю недостатка в чем-либо еще. Ну, и последнее, да, по, как это, по модернизации. Тут в первый слот я поставил орудие главного калибра модификации 1. Ну, чтоб пореже выбивали нам пушки, чтоб быстрее чинились. Ну, и мало ли там, подрывы и припасов тоже, как бы, вещь неприятная. Во второй слот я поставил орудие главного калибра модификации 2. То есть, ускоренная перезарядка и плюс немножко ускорение поворота башен. Можно поставить на ПВО. ПВО, кстати, я забыл сказать, у машинки неплохое достаточно. Но я посчитал, что лучше все-таки поставить вот это. Ну, и в третий слот я поставил пока вот энергетическую установку. Но я, наверное, поменяю ее на рулевые машины, потому что рули ему выбивают чаще. Мне уже два раза выбили. Я, наверное, поменяю. В принципе, больше рассказывать нечего. Давайте уже как-то более подробно поговорим про бой. Как вы могли заметить, я с переменным успехом старался держаться на какой-то дистанции. Просто обстреливал своих противников. Ну, в основном бронебойными снарядами, поскольку в данной ситуации это вполне себе обоснованно. То есть, враги, как правило, бортом находились. Но иногда, конечно, приходится переключаться на фугасы. В данном случае я сейчас пытаюсь выцелить цитадель Амахи. У нее она находится... Ну, вы уже, наверное, поняли, где. И вот мне удается. После этого самое главное учитывать... Ну, Амаха, она немножко скорректировала курс. И главное выдерживать вот это вот упреждение, чтобы попадать ей в цитадель раз за разом. И, как вы видите, мне это удается. Вот она просто отхватывает по-черному. Ну, и, собственно говоря, недолго ее жизнь продлится. Конечно, идеальная тактика для этого корабля это накидывать с дистанции километров 13-14, чтобы противники не могли по вам стрелять толком. Вот вы видите, что Амаха снова поменяла свой курс. И мне пришлось взять упреждение заново. Вот. Очень важно, чтобы противники не могли по вам кидать. Но не всегда это удается. Тем более вот на такой карте, как Океан. Это, конечно, одна из лучших, наверное, карт для Мурманска в целом. Да, то есть за счет дальности стрельбы можно без проблем, в принципе, накидывать на такие дистанции, когда ваши противники еще ничего вам сделать не могут. Ну, вот Амаха ушла. Остался Феникс. Очень такой юркий кораблик. На самом деле, кидать по нему с такой дистанции довольно сложно. Тем более, еще раз говорю, я долго не играл. Совершенно у меня глазомер уже отвык от этого игры. И, как вы видите, я просто неистово мажу. Ну, то есть почти мажу. Там немножко попадаю. Кроме того, корабль вражеский. Вот он сейчас сбавил ход, а я как полный... Ну, я не знаю. Можете меня сами называть, как хотите. Я это сначала не понял. Просто из-за того, что теряется сноровка. Вот я заметил, в корабле, если хотя бы неделю не играть, то все. То есть ты перестаешь нормально брать упреждения. И я, допустим, не вижу просто, что корабль останавливается. Мне кажется, после того, что он двигается. Хотя, в данном случае, кстати, это чисто мой косяк. Тут даже, вон, есть буйки. Можно было по ним ориентироваться. Вот Феникс сейчас... Я его обстреливаю. Тут я впилился в наш корабль. Опять-таки, ну, совершил классическую ошибку рельсохода. То есть, когда стреляешь и не смотришь, куда идешь. Никогда так не делайте и не повторяйте моих ошибок. Но, как вы видите, то есть более-менее я, в принципе, попадаю. Хотя, далеко не каждым залпом. Вот в такой ситуации Амаха по мне уже стрелять... А, нет, не Амаха. То есть, Феникс, он по мне уже стрелять не может, по идее. То есть, я по нему стрелять могу. Но, с другой стороны, попасть по нему не так-то просто. Скорость полета снарядов довольно-таки... Ну, медленная у этой машины. И, как бы, ну, вы видите, что... Стоит ему, как бы, поюлить там, и все. Я по нему уже не попадаю. Ну, вот тут, слава богу, наши эти... Авики по нему засандалили торпедой. Вот он сейчас начнет тонуть, по-моему, если я не ошибаюсь. Я все пытаюсь как-то его выцелить. Вот, ну, у меня это так получается потихоньку. Видите, я иногда попадаю. Но, конечно, урон довольно низкий по нему, в целом, проходит. Но его сейчас заберет, по-моему, авианосец. Нет, не забрал. Значит, чуть позже заберет. Вот, он уже получил возможность по мне стрелять. Потому что я иду к нему. Вот, но я не слишком сильно этого боюсь. Он вынужден сейчас очень внимательно следить за тем, как он двигается. И, ну, опасности для меня он небольшое представляет. Тем более, вы видите, как он мажет сильно. Правда, я тоже мажу, но такая вот у нас с ним дуэль. Значит, что еще хотел бы сказать. Вообще, карта океана, мне она не нравится. Она очень-очень узкоспециализированная. Допустим, на американских эсминцах на ней просто нечего делать вообще. Вот. И, ну, в целом, эта карта просто вот у кого больше авиков и у кого лучше артиллерическое вооружение, тот и победил, собственно говоря. Ну, так, мне не очень это нравится, если честно. Вот уже третий фраг мы с вами заработали. Дальше идет Амаха. Я тут по ней фугасы откидываю, потому что что-то ББшки как-то, ну, хочу просто, если честно, поджечь его. Да, я обычно сначала поджигаю, а потом уже долблю ББшками. Тем более, его тут долбят бомбардировщики, долбят торпедоносцы. И, скорее всего, ремку он уже истратил. Но тут я вижу, что все, он уже сейчас умрет. По нему уже все торпеды зашли. Вот, ну, и у противника остался, по факту, один эсминец и один крейсер. У нас осталось еще, ну, вот я еще один крейсер и два авианосца. Конечно, на этой карте авики просто безбожно реляют. И, ну, тут как бы никто спорить со мной не будет. Вот, пожалуйста, Луис уже засветился. Вот я по нему могу стрелять, он по мне даже близко еще не может выстрелить. У него, там, дистанция около 10 километров. Правда же, если это задрот, который вкачал четвертый перк, все равно он еще не сможет пока по мне стрелять. Кстати, судя по всему, он, кстати, действительно, у него вкачан этот перк. Потому что он будет стрелять, по-моему, чуть подальше, чем на 10 километров. Ну, может, мне кажется, я не знаю. Вот, ну и все, я по нему стреляю. Поначалу я тут стреляю ББшками. Я не помню, честно говоря, переключусь я на фугасы. Но по Луису, кстати, я заметил, ББшки крайне хреново идут. Ну, тут-то понятно, что я опять неправильно взял упреждение. Но обычно по нему почему-то ББшки редко очень... Цитадель ему выбить вообще, по-моему, нереально. Я затрудняюсь сказать. У меня ни разу, по-моему, толком не получилось это сделать. Вот он тут как-то странно двигается. То есть я по привычке беру слишком большое упреждение. Потому что Луис, у него же скорость-то низкая. Я как-то это не учел немного. Обычно скорость на районе 30 узлов. Я беру упреждение примерно на 30 узлов. И по привычке мажу из-за этого по Луису. Ну, вот тут уже более-менее по нему заходит. Он тут пытается как-то маневрировать. Вот по нему зашла одна торпеда. И мои снаряды тут как бы не слишком хорошо в него идут. Кстати, обратите внимание, что я все это время свечусь. То есть говорю, 13 километров реально засвет. Ставить на него камуфляж на невидимость вообще смысла нет. Никакого. Хотя в данном случае он у меня стоит. Я не знаю зачем. Просто так ради прикова решил подставить, попробовать. Разницы никакой. Там дистанция сокращается настолько незначительно, что толку с этого немного. Вот, кстати, хорошее попадание фугасами только что было. Тут я уже переключился на фугасы. Потому что мне надоело вот эти вот по 300 урона ему выбивать ББшками. Он постоянно носом ко мне пытается держаться и решил проще фугасами его добить, да и все. Тут уж немного хп осталось. Он мне ничего сделать не может. В этот момент я правда боялся, что откуда-нибудь вынырнет вражеский эсминец. Но это эсминец американский. Поэтому как бы кинуть в меня торпеду там с дикой дистанции он не сможет. Ему придется засветиться для этого. Поэтому не так уж страшно. С японскими эсминцами нужно быть аккуратнее. Они могут по вам откидаться и из инвиза. Ну и все. Остался один эсминец. У меня уже 4 фрага. Я вот тут надеялся получить пятый. Но могу вам сказать по секрету, что мне это не совсем удастся. Сейчас все сами увидите. Пока бой длится к своему логическому завершению. Я могу сказать то, что Мурманск это просто отличный корабль. Даже с моими реально кривыми руками. Вот у Сати он только что появился на долю секунды в засвете. Я этого не заметил в бою. Каюсь. А может и заметил. Я не помню. Но вот я обнаружил. Факт в том, что я тут на всякий случай повилял по привычке. Я просто не помнил какой-то эсминец. Честно говоря. Американский, не американский. Мысль такая возникла. Надо бы лучше немножко поциркулировать. Галсом походить на всякий случай. Но вижу то, что он АФК. И вот сейчас просто по КД в него кидаю. Кидаю фугасами. Хотя можно было кстати и ББшками попробовать. Но я по эсминцам, ББшками не люблю стрелять. Там очень часто проходят какие-то безуронки практически. Фугасами как-то стабильнее. Тем более, раз он АФК, это значит то, что он не будет тушиться. То есть он будет гореть. И вот тут я допускаю ошибку. Я мажу. Потому что он пропал за света. И прицел перестал брать поправку. То есть он стал двигаться, ну просто, да. Сам по себе, по факту. Вместе со мной. Вот, если бы я этого не сделал, то возможно было бы все хорошо. Вот, но сейчас я уже вижу, что... Наши АВИКи решили у меня забрать пятый фраг. Я на них не сижу из-за этого. Но на самом деле мы могли бы и дать. Че, в конце концов, четыре фрага у меня есть. Поставлял я неплохо. Я не помню, дают ли какую-то медаль здесь за пять фрагов. По-моему, дают какую-то. Или за четыре дают. Ну не суть важна. В общем, они у меня сейчас отжали мой фраг. Я не успел его добить. Видите, совсем чуть хп. И они его забрали. Такой вот бой. Конечно, много было фейлов. Я там косячил. Но, учитывая, говорю, мою кривость рук, я считаю, такие результаты очень неплохие. Довольно много опыта. Довольно много кредитов. Много свободки. В общем, кораблик мне, ребята, очень понравился. Искренне советую к покупке, если вам нужен премиумный корабль. Потому что, ну, просто приятно играть. На этом все, друзья. Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. Всем до скорого. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok